всем привет друзья топлю воск потихонечку уже перетопил основную массу значит моего хорошего воска вот и мурчик здесь помогает красавчик иди сюда он помогает мне мурчик топить воск топим значит перетопил основную часть хорошие значит забросный воск перетопил вот все такое хорошее отдельно а это я топил значит старые такие темные рамочки вот но перетопил и получился воск темный хочется его осветлить поэтому разбил этот кружок вот закидал часть вот еще одна часть у меня лежит два кусочка сейчас я тоже закину вот топлю значит что интересного ну все кто топил это воск они все знают что когда топишь воск то снизу это вот нижняя часть это вот верхняя часть снизу этого кружка такой мусор образуется который надо соскабливать вот этот мусор собирают в коробочку и он такой имеют форму неприглядную и все думают что это какая-то грязь что это какая-то значит какой-то мусор может быть там да и не все понимают природу природу этой гадости а я решил эту всю гадость кинуть на воскотопку перетопить посмотреть что с этого получится ну и вот сейчас пойду к воскотопке покажу что у меня получилось у меня вот тут старенькая такая воскотопочка от одного дедушки старенького пчеловода мне досталось в общем у меня была вот эта коробка полная вот такого мусора значит я собирал со всех кружков которые топил со всего воска собрал в одну коробку но она была такая вровень скажем так полная эта коробочка была значит этим мусором и я его насыпал вот сюда значит ну сейчас конечно не те дни которые были летом когда было много скажем так солнышка но вот оно потихоньку топится вот все равно какое-то тепло есть какое-то солнышко если она топится и вот она стекает вот когда она стекает получается раздвоение массы всей на две на две такие компоненты первая компонента жидкая стекает она имеет такую вот ну вот такой она имеет цвет черный или темный вот вот довольно такое грязный но она на вид как парафин вот берешь в руки вот когда оно там все жидкое вот так вот на пальцы трешь и прямо вот она размазывается как как горячий воск как как парафин все вот ну и вторая масса вот такая она остается вот здесь вот она тоже вот сейчас она она сейчас твердая твердая вот такая вот когда где-то в полдень когда самый пик жары там пик тепла вот то она имеет совсем другую консистенцию на очень мягкая вот как пластилин можно сказать и на пальцы вот так берешь размазываешь она ну то же самое что парафин что воск канал точно такой же эффект дает но при застывании при застывании совсем другой получается компот совсем другой получается компот для чего это делаю я не собираюсь это сдавать и обменить на вощину нет конечно нет совершенно я хочу попробовать из этого сделать свечи то есть из этого из этих отходов попробовать возможно получится сделать свечи вот не знаю получится ли но хочу попробовать потому что вот это все вот этот вся гамула вот эта вся гадость она откуда берется это же не пчелы там скажем так выделяют нет это это то что производители подмешивают в вощину вот для того чтобы увеличить там не знаю там какой-то удельный вес там что-то там еще может быть сами пчеловоды такую гадость подмешивают вот чтобы скажем так был больше вес их него сдаваемого воска я честно сказать предположить боюсь чтобы никого не обидеть вот я сам никогда подобным не занимался вот но слышу жалобы от производителей вощины от пчеловодов все другом друга жалуются вощина не такая то не такое сейчас скандалы там идут там вощина кулакова вощина там долина меду все друга винят разных смертных грехах вот а вот что делает вощину некачественной так вот это вот вот это вот гамула которая присутствует в нашей вощине причем мы ее не замечаем когда покупаем вощину потому что это нельзя вот так просто взять и невооруженным глазом так сказать увидеть попыток расплавить вощину которую я свежую там вот купил я не делал такой не делал таких попыток вот но я уже давно замечал что вот этот вот мусор который мы заскабливаем со дна этих кружков которые мы плавим на воде вот этот мусор он способен на воскотопке плавится и превращаться вот такой вот в парафин ли стеарин ли я не знаю то ли парафин то ли стеарин то ли какая-то другая значит гадость произведенная из нефти вот но нечто подобное получается я не хочу делать выводов я просто даю вам информацию для размышления если вы имеете желание возможность попробуйте сделать вот такую тоже такой опыт посмотреть что у вас получится вот этот мусор не сжигайте попробуйте его расплавить а потом попробуйте как-то придумать где бы его еще можно было применить может быть для проваривания ульев как в качестве такого парафина что-то такого может быть да туда пойдет просто если я кинул бы воду эту всю гамулу то ничего не получилось надо было надо было кидать какую-то посуду и на паровой бане плавить вот тогда бы получилось расплавить либо на воскотопку кидать без контакта с водой при контакте с водой она все сворачивается получается такое вот оно ну не той формы и консистенции которая нам нужна получается как-то по-другому не могу подобрать нужное слово вот такие кружки я топлю вот такие кружки не получается я сначала воск значит на этом на солнечной воскотопке перетоплю а потом уже в водичке все эти кусочки значит собираю вот такую цельненькую формочку вот это это как раз вот воск забрусный вот он такой светленький хорошенький сейчас уже вечер ну цвет плохо передается но вот он очень хороший то я его пошкрябал ну видите что немножко не дошкрябал здесь вот когда вот перетапливаешь чуть-чуть в этом значит в этом варианте чуть-чуть лишь было этого мусора потому что заврусный воск вот такой хорошенький его взвесил написал 10 килограммчиков вот кружочек получился ну вот примеру я раньше топил в кастрюльке кружочки вот такие виде небольшие вот тут воск двух видов это как вы поняли забрусный воск а это с рамок в которых старых рамок темных которых выводился неоднократно расплод соответственно воск темный и старых рамок а и забруса он такой вот более-менее светленький вот уже кружочек лежит уже несколько лет даже моль попыталась здесь что-то походить погрызть погрызть вот такая вот разница между забрусным воском и воском с рамок все ругают друг друга значит там пчеловоды там производители вощины мол вы виноваты нет вы виноваты вы нам плохой воздаете а не вы плохую вощину делать добавляете вот и каждый хвалит кулик свое болото один говорит у меня вощина самая хорошая у меня вощина самая хорошая я считаю так что если ты сделал свою вощину сам из своего забрусного воска то она и будет самая хорошая я покупаю вощину все время у одного производителя вот у степанова покупаю фоб степанов вот и уже много лет покупаю поэтому я понимаю что вощина у него не ахти какая но но пока что другой не пробовал поэтому наверное правильно было купить на другой попробовать я другого не покупал пока довольствую с тем что есть вот регулярно когда чухаю вот эти кружочки все регулярно этот мусор нахожу регулярно он есть всегда он только не бывает на забрусное вощине вот на забрусное вощине вот это вот мусора на дне этого когда расплавите кружочек на дне там его будет минимум там ну совсем чуть-чуть потому что видимо в забрусной вощине все равно попадает чуть-чуть в воск сотов когда срезаешь вот все равно вот и вот с сотов она попадает потом и в забрусную вощину и чуть-чуть бывает но совсем мало не то что мак когда воск топишь когда топишь воск с рамок на 10 килограмм воска там будет толщиной в два пальца вот такой слой у меня этого мусора получается до своей вощины до производства своей вощины пока не дошел довольствуюсь тем что есть под боком поблизости то что можно купить может бы попробую кого-то другого производителя немножко позже не сейчас всем добра мира из дай бог всем здоровья и успехов